Девушки отдыхают Я родился в Соединенных Штатах Но Бог забрал меня домой, в Израиль Где я служу в качестве духовного отца, общин, служения, шатры, милосердия Я живу со своей семьей в области Хайфы У меня четверо детей и четверо внуков И мы отождествляем себя с народом Израиля очень сильно Это особая привилегия быть частью заключительной работы Бога в этом веке Также особая привилегия для меня быть вместе с вами Ведь нам дана Божья любовь Которая соединила нас вместе в этом замечательном событии Потому что мы нуждаемся друг в друге И я с нетерпением ожидаю наших совместных занятий Потому что я верю, что Бог соединит наши сердца вместе Недостаточно просто принять информацию своим умом Бог желает использовать нас для преобразования этого мира Некоторых из вас Он желает возвратить в Израиль Бог желает также, чтобы остальные из вас Помогали тем, кто находится в Израиле И это святая работа Бога И она должна начинаться в наших сердцах Поэтому давайте пригласим Бога прикоснуться к нашим сердцам Когда мы открываем Его Слово Всемогущий Бог, Отец Небесный Мы благодарны за эту возможность Потому что ты совершаешь великую работу на земле Снова твоя рука видна особенным образом Спустя многие столетия ты возвращаешь изгнанников домой И мы являемся частью этого чуда Привлеки нас, Господь Открой наши глаза, чтобы видеть Твое Слово Помоги нам понять все величие Твоего плана Чтобы быть в Нем задействованным Быть в Нем задействованным Потому что в Твоем Царстве нет зрителей Каждый из нас принимает активное участие Каждый из нас важен в Твоих глазах Ты ввел нас в Своё Царство для таких времен Проговори к нам, Господь Благодарю за Твое помазание на Матеусе Благодарю Тебя за свободу Твоего Духа Святого Воплоти Твое Слово в жизни, о Бог Во имя Ишуа 12 ноября 1992 года 12 ноября 1992 года Мой самолет приземлился в Тель-Авдивском аэропорту Бен-Гурион Где был я, моя жена и наши трое детей И тогда мы ожидали нашего четвертого ребенка Моя жена была очень беременной на шестом месяце Когда самолет приближался к земле Я почувствовал, что в моих глазах выступили слезы Я подумал о многих поколениях моей семьи, которые страстно желали сделать то, что делал я И я спросил, Господь, почему я? Как возможно это благословение? Я возвращаюсь в Израиль после многих столетий Моя еврейская семья страдает в различных народах Они отмечают Пейсок со словами В следующем году в Иерусалиме Ожидая сотни лет исполнения того, что было со мной тогда Это был момент сильных душевных переживаний Я хотел бы говорить об Алие, исходя из слова Бога, а также из моего собственного опыта Я вернулся в Израиль не молодым парнем Мне тогда было 45 лет Но Аврааму было 75 лет Не знаю, был ли он крепче меня в его 75 лет Уже за 15 лет до Алии Бог сказал, что мой удел в Израиле И в продолжение 15 лет Бог подготавливал меня Ему понадобилось 15 лет, чтобы возвратить меня к моему еврейскому наследию Он научил меня многому На первый взгляд, некоторые из этих вещей не имеют ничего общего с Израилем И некоторые из вас только находятся в этом процессе И вы спрашиваете сами себя, когда я могу вернуться? Не переживайте, если вы внимательны, то Бог покажет вам Но важен каждый день вашей жизни Вам не надо ехать в Израиль, чтобы Бог научил вас тому, что Он хочет Если вы прочитаете о некоторых людях в Библии, то увидите, что Бог подготавливал их к возвращению в землю обетованную Очень часто эта подготовка требовала преломления внутри них С другой стороны, их вера становилась крепче Очень часто Бог учил этих людей о семье Что значит быть отцом, что значит быть матерью В период моего ожидания Бог учил меня тому, как быть пастухом Я учился тому, как вести мессианскую общину Потому что без этого Бог не готов был возвратить меня в Израиль Каждый из вас отдельная личность У Бога есть вполне определенный план Какой же ключ к вашей личной Алии? Каким образом можно узнать правильное время? Как узнать, в каком месте поселиться в Израиле? Я не знал, где я должен жить в Израиле Я просто знал Израиль И это был следующий этап, как Бог привел меня в определенную местность Честно говоря, я никогда не слышал о городе Хайфе Пока я впервые не поехал в Израиль И я не был в Израиле на протяжении 10 лет после того, как Бог проговорил ко мне Поэтому какой ключ? Ключ это послушание Это то, что мы увидим в жизни Авраама То, что мы увидим в жизни Моисея Ключ к Алии Это послушание Да, ревность важна Мы должны быть ревностны по слову Бога И Его целям Но ревность без знания Не дает спасения Мы должны полностью отдать себя Господу И не поспешно, чтобы ничего не испортить Когда я приехал в Израиль, Бог приготовил для меня особый план Если бы я вернулся слишком рано То это было бы намного труднее И если бы я поехал позже То я точно знаю, это было бы тоже сложно Я очень рад, что мне не потребовалось больше времени ожидания Бог хочет говорить с нами от начала Человеческой мотивации недостаточно, чтобы совершить Алию Мы должны осознавать ее первопричину Какая же это первопричина? Слово Бога Заветы Бога с Израилем Как Бог общался со своим народом Вы знаете, что мы ожидаем исполнения обетования Данного тысячи лет назад Авраам жил приблизительно четыре тысячи лет назад Мне трудно представить себе такой длительный период времени Это было так давно В течение четырех тысяч лет Бог говорил со своим народом о том Что они будут жить в израильской земле Также я верю, что в наши дни Бог хочет созидать веру Но не просто для того, чтобы возвратить некоторых из вас в Израиль Скорее всего, это будет малая часть из тех, кто находится в этой комнате И не считайте себя неудачником, если вам не удастся уехать в Израиль У Бога есть место для каждого из вас Алия занимает центральное положение в его плане Она центральна в отношении возвращения Мессии Алия центральна в том, чтобы евреи снова нашли Ишуа И она занимает центральное положение в нашей вере Независимо от того, остаемся ли мы в Бразилии или поедем в Израиль Бог хочет созидать нашу веру Он желает возбудить ревность внутри нас По поводу того, что Он осуществляет Свои обетования Так Он позволил мне испытать эти обетования Я соединен с Всевышним Богом И Он хочет, чтобы мы соединились с Ним во время этих учебных часов Амэн Вы готовы начать? У вас есть тетради для конспектов? Хорошо Знаете, хорошие ученики делают хорошего учителя В первой части мы поговорим о библейской значимости Алии И мы рассмотрим глубокие библейские корни Алии Для того, чтобы понять и оценить Слово Бога об Алии И принимать участие в Божественном плане Потому что Бог не раскрывает нам Своего плана просто для того, чтобы знать его как теорию Но Бог открывает нам Своего плана для того, чтобы вовлечь нас Что такое Алия? Значение этого слова «восходить вверх» Простое слово на иврите, означающее «идти вверх» — «ла-алот» Так как это мессианская еврейская школа, я хочу, чтобы вы повторяли некоторые из этих слов на иврите вместе со мной Происходит что-то духовное, когда вы говорите на иврите Поэтому это слово «ла-алот» Скажите вместе со мной «ла-алот» «Восходить вверх» И существительное «алия» «Восходить вверх» В Торе мы можем найти очень важную концепцию об Алии В современном Израиле Мы называем тех, кто вернулся в Израиль «олэ» или женская форма «ола» Как только вы приедете, вас будут называть «олэ-хадаш» или «ола-хадаша» Потому что в Торе концепция о возвращении звучит следующим образом «Вы восходите вверх от народов» В библейские дни люди восходили в Иерусалим на праздники Есть целая группа псалмов, которые называются «Псалмы восхождения» Почему? Потому что люди восходили в Иерусалим, чтобы поклониться Господу И когда были принесены жертвы Была одна жертва всесожжения Дым, от которой восходил к Богу Знаете, какое название этого жертвоприношения? «Ола» То же слово, которое используется в отношении женщины-иммигрантки Это феноменальная связь для меня Все эти концепции восхождения в Иерусалим Чтобы поклониться Богу Воскурение от жертвоприношения Это аромат для Бога И каждый человек, который возвращается в Израиль Восходит вверх И вы можете почувствовать всю святость Все это свято для Господа Поэтому возвращение в Израиль свято для Господа Давайте откроем наш первый отрывок, вторую главу Исаии Сегодня наши Библии немного разогреются Так как нам придется прочитать много стихов Я снова был вдохновлен, когда я готовился к лекциям Так как я снова увидел, что тема возвращения в Израиль Присутствует от начала и до конца Библии Структуру Писаний можно понять только одним способом Итак, Исаия вторая глава Начиная со второго стиха И будет в последние дни Слово Господня будет поставлена во главу гор И возвысится над холмами И потекут к ней все народы И пойдут многие народы и скажут Придите и взойдем на гору Господню В дом Бога Иаковлева И научит Он нас своим путям И будем ходить по стезям Его Ибо от Сиона выйдет закон И Слово Господня из Иерусалима Здесь можно увидеть очень важный момент времени Бог говорит Придите и взойдем на гору Господню Люди скажут Взойдем на гору Господню Но когда это произойдет Ответ находим во втором стихе В последние дни И мы возвращаемся к этой теме снова и снова Есть причина По которой мы изучаем Алию сегодня В 2004 году Потому что это Последние дни И мы говорим Я говорю Придите и взойдем на гору Господню Этот стих исполняется уже сейчас Когда вы слушаете меня Я приехал не для того Чтобы учить теорию Я приехал Чтобы взволновать ваше сердце И бросить вам вызов Принять волю Бога для вашей жизни Я говорю Придите и взойдем на гору Господню На иврите этот стих говорит Придите и взойдем на гору Господню Название известной песни Которую написал мой дорогой брат Марк Чепинский Придите и взойдем Также эта концепция Имеет отношение к вере И духовной войне Вы помните историю с Иоаннафаном И его оруженосцем 1 Царств 14 глава Когда они встретились с филистимлянами Иоаннафан говорит оруженосцу Пойди вместе с ним И в 12 стихе После того как филистимляне Насмехались над ними Вот евреи выходят из ущелья В которых попрятались они И 12 стих И закричали люди Составлявшие отряд Кианофану и оруженосцу его Говоря Взойдите к нам И мы вам скажем нечто Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему Следуй за мною Ибо Господь предал их в руки Израиля Алей Ахарай Тот же глагол Следуй за мною Слышишь ли ты Как Бог обращается к нам Бог обращается к нам Через этих лидеров Древнего Израиля Это не легко Это не для слабых И легкомысленных Для этого нужна смелость Вера Жертва Избавьтесь от своих романтических идей Мы будем говорить о жестокой реальности того Как найти свой дом И свое место в Израиле Но сегодня вечером я хочу созидать вашу веру Это штука стара как мир Бог говорит Аврааму Бог обращается к Моисею Когда Бог вывел Моисея из Египта Знаете что он взял еще? Странную вещь Он взял чьи-то кости Иосиф сказал своей семье Перенесите мои кости в Ханаан Смысл этой семьи Семени Авраама Живущей в Эрец Израиль Настолько сокровенен Что Иосиф сказал Перенесите мои кости туда Это проникновенно Началось очень давно И это вечно И Бог вовлекает нас в это Хорошо Сейчас я хотел бы сделать обзор Исторический обзор Соблюдением хронологического порядка Некоторых обетований Бога Его народу Я хочу чтобы вы почувствовали весь обхват библейской истории По мере того как мы будем изучать Алию Мы сможем понять всю Библию Увидев эту схему возвращения 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 в землю обетованную И мы начнем с Авраама В действительности Авраам Давайте откроем книгу Берешит Бытие В начале Бытие говорит о началах Вот начало взаимоотношений Завета Бога Бог избрал одну семью из всего человечества Позже он говорит об этом Моисею Не потому что вы парни такие умные Не потому что вы такие духовные Не потому что вы так многочисленны Но я избрал вас потому что я люблю вас Я избрал вас потому что хочу произвести от вас великий народ И показать людям какой я Какой я Бог Берешит Берешит 13 глава 4 стих Извините Это 12 глава Хорошо Как я сказал раньше Аврааму было 75 лет И он ушел из земли Харан в землю Ханаан И в 7 стихе Потомству твоему отдам я землю сию Но так как там был голод Поэтому Авраам пошел в Египет А теперь откройте 13 главу И 2 стих говорит И был Авраам очень богат скотом И серебром и золотом И продолжал он переходы свои И построил жертвенник 4 стих И там Авраам призвал имя Господа Прямо сейчас Бог говорит мне что-то По дороге в Израиль Мы должны строить жертвенники Некоторые из вас ожидают того дня Когда вы приедете в Израиль Вы думаете О, когда я приеду в Израиль Тогда я на самом деле посвящу себя Господу Нет Если ты не построишь жертвенник сейчас Ты никогда туда не придешь Какое значение жертвенника? Вы все знаете Это жертвоприношение Какой жертвой ожидает Бог? Вас самих Послание к римлянам 12 глава 1 и 2 стих Итак, умоляю вас, братья Милосердием Божьим Представьте тела ваши Жертву живую Здесь соединяется понимание Восхождения вверх С курением на жертвеннике Бог показал мне это До того, как я совершил алию Бог сказал Эйтан, алия Это положить свою жизнь на алтарь У меня не было никакого понятия Что я буду делать в Израиле И я вообще не думал Что буду вести общину И я думал Как я вообще выучу иврит Для меня будет достаточно И пособирать просто апельсины И вот что важно Какова природа жертвоприношения Жертва исчезает Как дым Она исчезает Не остается воли Борьбы Я полностью принесен в жертву Смысл Акеда Когда Исаак был привязан к алтарю Смысл Иешуа на кресте Зео Нигмар Ее больше нет Нет больше независимости Мы должны строить жертвенники На пути в Израиль И полагать себя на эти жертвенники И только тогда Бог сможет воплотить Свой совершенный план В нашей жизни Тринадцатая глава Начиная с четырнадцатого стиха And the Lord said to Avram After Lot had separated from him Lift your eyes now And look from the place Where you are Northward, southward Eastward and westward For all the land Which you see I will give to you And your descendants Forever And I will make your descendants As the dust of the earth So that if a man Could number the dust of the earth Then your descendants Also could be numbered Arise Walk in the land Through its length and width For I give it to you Then Avram moved his tent And went and dwelt By the terabint trees Of Mamre Which are in Havron And built an altar there To the Lord И сказал Господь Авраму После того, как Лот отделился от него Возводи очи твои Из места, на котором ты теперь Посмотри к северу и к югу И к востопу и к западу Ибо всю землю, которую ты видишь Тебе дам я И потомству твоему навеки Сделаю потомство твое Как песок земной Если кто может сочетать песок земной То и потомство твое сочтено будет Встань Пройди по земле сей В долготу и в ширину ее Ибо я тебе дам ее И двинул Аврам шатер И пошел И поселился у Дубравы Мамре Что в Хевроне И создал там жертвенник Господу Как вы думаете Почему все еще происходит Борьба за землю Которую Бог дал Аврааму Есть множество причин Для обсуждения которых У нас может уйти Несколько дней И это очень сложный вопрос Но часть его Достаточно проста Которая заключена В одном этом слове На иврите Ад-олам Навеки Здесь написано Что Бог говорит Аврааму Я дам тебе эту землю Навеки Это удивительное утверждение Каким-то образом Жизнь Авраама И его семьи В Израиле Отражает природу Бога Каким-то образом В физическом мире Существует послание Которое имеет Последствия И в вечности Когда эта семья Живет в Израиле Это выше моего понимания Но враг понимает это Поэтому враг борется Против существования Евреев в Израиле Потому что это подтверждает Верность Бога Когда евреи живут в Израиле И говорят Господь есть Бог Вы скажете Аллилуйя Аллилуйя Это глубокая истина Это духовная истина И она происходит В физической действительности В семнадцатой главе Бытия Бог продолжает Свою работу С Авраамом Он изменяет Его имя На Авраам Не просто Отец народов Но Отец Многих народов Давайте прочитаем Потому что Бог хочет Говорить с нами Через свое слово Семнадцатая глава Бытия С первого по седьмой стих When Авраам Was 99 years old The Lord Appeared to Авраам And said to him I am Almighty God El Shaddai Walk before me And be blameless And I will make My covenant Between me and you And will multiply You exceedingly Then Авраам Fell on his face And God Talked with him As for me Behold My covenant Is with you And you shall be A father of many nations No longer shall your name Be Avram But your name Shall be Avraham For I have made you A father of many nations I will make you Exceedingly fruitful And I will make Nations of you And kings Shall come from you And I will establish My covenant Between me and you And your descendants After you In their generations For an everlasting Covenant To be God to you And your descendants After you Also I give to you And to your descendants After you The land In which you are a stranger All the land Of Canaan As an everlasting possession And I will be their God Авраам был 99 лет И Господь явился Аврааму И сказал ему Я Бог всемогущий Ходи предо мною И будь непорочен И поставлю завет мой Между мною и тобою И весьма Весьма размножу тебя И пал Авраам На лице свое Бог продолжал Говорить с ним И сказал Я Вот завет мой С тобою Ты будешь Отцом множества народов И не будешь ты Больше называться Авраамом Но будет тебе Имя Авраам Ибо я сделаю Тебя отцом Множества народов И весьма Весьма Размножу тебя И произведу От тебя народы И цари Произойдут от тебя И поставлю завет Мой между мною И тобою И между потомками Твоими После тебя В роды их Завет вечный В том Что я буду Богом твоим И потомком Твоих После тебя И дам тебе И потомкам Твоим После тебя Землю По которой Ты странствуешь Всю землю Ханаанскую Во владение Вечное И буду Им Богом Так просто Бог говорит Я заключаю с тобой Вечный Завет И со всеми Твоими Потомками И как часть Этого Завета Я даю Тебе Землю И он повторяет Эту идею В девятом Стихе Через Поколение В более Поздних Стихах Обрезание Авраама Как символ Этого Завета И в тринадцатом Стихе Бог говорит Будет Завет Мой На теле Вашим Заветом Вечным Я сразу же Замечаю Когда какое-то Слово Или идея Повторяется В Писании Много Раз Таким Образом Бог пытается Привлечь Мое Внимание Повторяя Что-либо Много Раз Мамы Папы Вы узнаете Себя Когда вы хотите Чтобы ваш ребенок На самом деле Понял Что вы хотите От него Вы не просто Говорите Это один раз Иногда они говорят Хорошо Хорошо Я все понял Я все понял Вы тогда говорите Ты точно Все понял Вот что Бог Говорит Об этом Отрывке Мои дети Я хочу Чтобы вы Поняли Это Я заключил Вечный Завет С Авраамом Вечный Завет Значит Вечный Он не Кончается Завет Славный Позже Иешуа Говорит О природе Бога Таким Образом Он Общается С Саддуке И говорит О природе Бога Разве не читали Что Бог Есть Богом Авраама Исаака И Якова И Он Бог живых А не мертвых Я верю Что Бог Желает Прикасаться К нам Прямо Сейчас Реализмом Вечности Мы живем здесь Во временных телах Большинство из нас Пришло в этот класс После долгого Трудового дня Когда мы придем домой Различного рода Обязанности Ожидают нас Но в эти вечера Бог хочет напомнить нам О вечности Кстати Шаббат Означает Тоже Великий еврейский писатель Назвал Шаббат Островом Во времени Его зовут Авраам Его Шуа Гешель Почему Бог хочет Чтобы мы вышли За пределы Давления И реальности Бугничной жизни Чтобы один раз в неделю Мы вкусили Основательно Что такое вечность Вот что я чувствую Когда читаю Эти стихи Бог говорит Я призвал тебя Ради вечных целей Он хочет возвысить Наши жизни Он сотворил нас По своему образу Чтобы мы смогли испытать Вечность Не только в будущем Но уже сейчас Это смысл Божьего Царства Это смысл Алии Это отражает Вечную верность Бога Кто был первым Оле Первым иммигрантом Израиля Авраам Ты прав Он был первым Этот же завет Был подтвержден С Исаком Ицхак В моих лекциях В моих лекциях Я выделил Семь различных Этапов Этого обетования И вы можете Их записать Первый этап Это завет Бога С Авраамом И Бог дает ему Землю Вечное владение Второй этап Бог подтверждает Этот завет С Ицхаком И это видно В книге Бытие 17-19 Бог же сказал Именно Сара Жена твоя Родит тебе сына И ты наречешь Ему имя Исак И поставлю Завет мой с ним Заветом вечным И потомствую Его после него Потом завет Переходит К Якову Это записано В 28 главе Книги Берешит Давайте прочитаем 3-4 стихи Бог же всемогущий Да благословит тебя Да расплодит тебя И да размложит тебя И да будет у тебя Множество народов И да даст тебе Благословение Авраама Тебе И потомствует ему с тобою Чтобы тебе Наследовать землю Странствования твоего Которую Бог дал Аврааму Таким образом Исаак передал Своё наследие Якову И у Якова Было 12 сыновей Которые во время голода Сошли в Египет Где правил Иосиф Что же это значит? Это противоположность Алии И на иврите звучит Сойти вниз Ехать в Израиль Это восходить вверх А уезжать из Израиля Это сходить вниз Еридар Лоредит Означает идти вниз Трудно произнести Давайте попробуем еще раз Еридар Еридар Очень хорошо Алия Еридар Поэтому они совершили Ериду Они оставили Землю Израильскую Затем начинается История с Моисеем Поэтому Исаак Это второй этап Яков Это третий этап И в нашем конспекте И Моисей Четвертый этап Вот что Бог сказал Моисею Только послушайте Как вся библейская история Она связана С землей Обетованной Алия Это не только Возвращение в Израиль В наше время Вся библейская история Пропитана Алией Давайте посмотрим Исход Третья глава Седьмой стих Исход 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 В землю хорошую И пространную Где течет молоко И мед В землю Хананеев Хитеев Амария Ферезеев Исход 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 Какой-то факт В отношении Исход 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 Мы постоянно Встречаем Такое Слово Бога И это Его индивидуальный План Для каждого Из нас А не только Для Израиля Как нации И Бог Повторяет Его снова В 17 Стихе После того Как Он Дал им Вечное Имя Видите Как мы Постоянно Познаем Сущность Бога Каким-то Образом Бог Оставил Свой Автограф На этом Вопросе И Отпечаток Своего Пальца Я Возвращу Тебя Обратно В землю Израильскую Он Называет Себя Ихие Ашер Ихие В буквальном смысле Я буду Тем Кем Я буду Буквы на иврите Йод Хей Вав Хей Вечный Бог Чистый Непорочный Как мы Можем Это Постигнуть Бог Бог Есть Бог Не был Сотворен Мы Смотрим Вокруг И видим Растения Людей Животных Камни Небо Звезды Океаны Все Это Было Сотворено Но Бог Существует Сам По Себе Он Настолько Велик Он Настолько Грандиозен И Все Он Открыл Себя Нам Потому Что Он Хочет Чтобы Мы Знали Его Лично Не Как в Восточных Религиях Где Бог Это Не Определенная Концепция Я Просто Потерялся В Мистицизме Востока Пока Мессия Не Нашел Меня В Восточный Мистицизм Говорит О Космическом После Просвещения Вы Становитесь Частью Космического Что Это Космическое Никто Точно Не Может Сказать Но Мы Были Сотворены Богом Который Личность Он Отец Он Друг Который Понес Наши Грехи Он Возлюбил Вашу Душу И Здесь Он Говорит О Себе Он Говорит Моисею Вот Кто Я Исход 3.16 Я Посетил Вас И Увидел Что Делается С вами В Египте И Сказал Я Выведу Вас От Угнетения Египетского В землю Хананеев Хитеев Амареев Ферезеев Евеев И Евусеев В Землю Где Течет Молоко И Мед Аллилуйя Но Сам Моисей Не Смог Совершить Алию Он Просмотрел Е Он Подвел Свой Народ Границы И Передал Власть Егошуа Иисусу Навину И Теперь На Иисусе Навине Лежала Ответственность Вести Людей Поэтому Если Вы Вместе Со Мною Откроете Начало Его Книги Первая Глава Книги Егошуа Мне Очень Нравится Эта Книга И Я Верю Что Она Может Многому Научить Наше Поколение Потому Что Вся Эта Книга Об Алие И О Возвращении В Обитованную Землю О Духовных Битвах Которые Происходят На пути Возвращения В Землю С Божьей Помощью Я Поделюсь Этим Лично В Предстоящие Вечера Божьей Божьей Но Сейчас Нам Необходимо Настроиться На Разговор Между Богом И Егошуа Это ключевой стих Это ключевой стих Об Алие Это ключевой стих Об Израиле Это ключевой стих О лидерстве Я правильно понял Что эта библейская Школа обучает Лидеров Вы не против Если я включу В это учение Пару принципов Лидерства Это Очень Близко Моему Сердцу И Чем Больше Я живу В Израиле И вижу Все Трудности Тем больше Я хочу Говорить Об этом Лидеры И потенциальные Лидеры Обратите Внимание На одно Слово В этом Стихе На Иврите Это слово Танхил Или Ле Анхил Одно Слово Врите Которое Означает Наследие Это Нахала И Это Глагольная Форма Слова Которая Означает Быть Причиной Наследования Призвание Иисуса Навина В следующем Ввести Народ Народ Божий В Их Наследие Лидеры Лидеры Которые Основываются На Искуплении Ишуа Знают Знают Что У Нашего Народа Есть Великое Наследие Каково Ваше Задание Ваше Задание Помочь Им Войти В Это Наследие Помочь Найти Божий Завет Для них Помочь Каждому Человеку Войти В Обетование Бога Неужели Это Не Активирует Что То Внутри Вас Надеюсь Что Так Оно И Есть Это Работает В Моей Жизни Я Это Использую Как Тест Для Самого Себя Я Сам Себя Спрашиваю Эйтан Содействуешь ли ты Тому Чтобы Народ Божий Вошел Своё Наследие Помогаешь ли ты Им Освободиться Помогаешь ли ты Рассвести В их Дарования Вводишь ли ты Их В новую Реальность Того Что Ишуа Отдал За них Свою Жизнь Вот Что Это Слово Означает Для Меня И Бог Сказал Иисусу Навину Я Хочу Чтобы Ты Ввел Народ Ты Совершишь Алию Егошуа Это Вторая Алия Авраам был Первым И Теперь Иисус Навин Возвращается С народом Израильским Много лет Спустя И Израиль Израиль Живет Земле Израильской Многие Поколения С Многими Воинами Они Вошли В Землю Израильскую В Действительности Они Входят С Откровением О Мессии Это Просто Удивительные Вещи Мне Нравится Когда Иисус Навин Говорит Приготовить Оружие Потому Что Они Собираются Войти В одном из стихов Он Говорит Вы Пойдете Таким Путем Каким Раньше Не Ходили Это Природа Алии Ходить В Обновлении Они Должны Были Полагаться На Бога Не Это Ли В Природе В В Вы Видите Что Алия Это Образ Жизни В Независимо От Возвращаетесь Вы В Израиль Физически Или Нет Бог Зовет Вас В В В Он Зовет Вас На Более Вышший У Он Зовет Вас Жить В Обновленной Жизни Он Зовет Вас На Такой Путь Где Вы Раньше Никогда Не Были Иногда Это Пугает Иногда Мы Устаем От Этого Но Это Так Ж Славно Он Хочет Дать Тебе Энергию Сейчас Он Хочет Дать Тебе Свежую Новую Силу Вы Получите Энергию Потому Что Мы Сделаем Перерыв На Пару Минут Поэтому Мы Рассматриваем Книгу Иисуса Навина Судей И Книги Царств Народ Израильский Живет В Той Земле Иногда Они Послушны Но В Большинстве Случаев Непослушны Бог Поднимает Лидеров И Некоторые Из них Обращаются Против Него Но Об одном Он Говорит Это Муж По Сердцу Моему Помните Мелех Давид Поклоняющийся Воин Мне Так Нравится Давид Мне Нравится Пример Его Жизни Можете ли Встретить Такого Кто Пишет Стихи А Также Знает Как Пользоваться Мечом Поклонник И Воин Я думаю Что Он Может Пристыдить Всех Этих Героев Кинофильмов Но Ведь В этих Героях Есть Нечто Что Привлекает Нас Особенно Мужчины Братья Бог Хочет Восстановить Вас Доблесть Героизм В Алия В Алия Есть Доблестный Героический Дух Героизма Современность Нуждается Современность Героическом Духе Мужчины Бог Ложил Вас Что-то Чтобы Быть Героем Есть Причина По которой Нам Больше Всего Нравятся Кинофильмы Такого Плана Например Фильм Гладиатор Когда Какой-то Благородный Герой Боится За Идею Он Неэгоистичен И отдает Свою жизнь За Других Как Наш Великий Герой Царь Мессия И Время Идет В Израиле Идолопоклонство Одно Из самых Печальных Историй В истории Большинство Пророческих Книг Говорят Об этой Трагедии Бог Говорит Как Это Случилось Когда Я Вывел Вас Из Египта Вы Были Любимой Молодой Девушкой Вы Были Невинны Я Любил Вас Я Спас Вас Я Так Сильно Любил Вас А Теперь Вы Стали Блудницей Проституткой Вы Совершили Прелюбодеяния Вы Пошли Вслед За Другими Богами Но Ведь Я Ваш Законный Муж Поэтому Эта Неверность Привела К Изгнанию Бог сказал В Торре Если Вы Не Следите Я Вы 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 Израиль Знак Наших Взаимоотношений Завета Когда Вы Находитесь В Земле Знак Разрушенного Завета Когда Вы Будете Рассеяны Среди Народов Поэтому Что Мы Можем Сказать О Наших Днях Где Евреи В Своем Большинстве Живут В Израиле Или За Его Пределами За Пределами Израиля Да Намного Больше Миллионов В мире Приблизительно 14,5 Миллионов Евреев Точно Не Помню Но В Израиле Живет Меньше Чем 6 Миллионов 5 Миллионов В Стране 9 За Е Пределами Это Очевидно Что Завет Еще Не Полностью Восстановлен Это Очень Важный Факт Который Необходимо Помнить Поэтому Бог Укрепляет Ассирийскую Империю И Где-то В 722 Году До Нашей Эры Ассирия Завоевывает Северное Царство Израиля И Уводит Его В Плен И Евреи Рассеяны Ассирийцы В Стране Затем Иудея Также Покорена И В 586 Году До Нашей Эры Иерусалим Взят Врагами Храм Разрушен И Снова Евреи Изгнаны Из земли Израильской Это Большие Трагедии И В Книге Псалтырь Мы читаем Эти Стихи Псалом 136 При реках Вавилона Там сидели мы И плакали Когда вспоминали О Сионе На вербах Посреди его Повесили мы Наши арфы Там пленившие Нас требовали От нас Слов Песней И притеснители Наши веселья Пропойте нам Из песней Сионских Как нам петь Песнь Господню В земле чужой Если я забуду Тебя, Иерусалим Забудь меня Десница моя Прилипни Язык Мой Гортани моей Если не буду Помнить тебя Если не поставлю Иерусалима Во главе Веселья Моего Если я забуду Тебя, Иерусалим То пусть Отсохнет Моя правая Рука Этот плен Приносит Печаль Можете ли Прочувствовать Ее глубину В этом псалме Всю глубину Желание Возвратиться В землю Израиля Осознание Того Что мы Отделены От Бога Отделение От Божьего Благословения Он Обещал нам Землю Завад Халавудваш Текущую Молоком И медом Внезапно Мы превратились В рабов Но Также мы Были Рабами В Египте Как же Так получилось Что мы Стали Рабами В Вавилоне Это разбивает Сердце И эти стихи Помогают Понять Смысл Ценность И важность Жизни В земле Обетования Много Хорошего Произошло За пределами Израиля Но Через Трудности События Книги Исфирь Происходят В Персии Империя Которая Последовала Завилонской И Мидо-Персидской Но Это было За пределами Израиля Там Мы повесили Наши арфы В Вавилоне Как нам Петь песни В земле Чужой Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует